Здравствуйте, друзья! У вас на экранах Светлана, которая живет в Лос-Анджелесе, раньше жила в Москве. И первый вопрос, мы так по традиции, я знаю, люди спрашивают, а как она попала в Лос-Анджелес из Москвы? Вы как попали в Лос-Анджелес? Ну, всех добрый день. Начну с того, что я из Москвы, родом, и с 2007 года я обучалась в Лос-Анджелесе, здесь. И потом я подала в 2010 году на грин-карту и выиграла по результатам розыгрыша. Наверное, все помнят, что это был год, когда был перерозыгрыш в мае 2011 года. У меня показалось, что я якобы не выиграла, но отчаиваться не нужно. Потом, когда я уже проверила повторно, это был 2012 год, я узнала, оказывается, что я выиграла. То есть прошло много времени, вы не знали? Да, прошел почти что год, то есть я не знала об этом. Боже, вы могли вообще профукать все? Да. Кстати, это благодаря вашему веб-сайту, потому что на вашем веб-сайте кто разместил, я не помню, кто, может быть, даже вы такую статью, что обратите внимание, те, кто подавал на грин-карту, проверьте еще раз. Это был канал Голос Силиконовой долины или это был веб-сайт форум Говорим про US? Говорим про US. А, ну это не мой. Я там просто один из двух десятков модераторов, это, конечно, не мой сайт, но там действительно была эта информация. Очень много народу тогда вдруг спохватились и поняли. Да, 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 в том числе и я, так что спасибо. Отлично, отлично. Теперь я только, знаете, что хотел уточнить? Вы сказали, что в 2007 году или начиная с 2007 года вы учились в Соединенных Штатах. Вы как бы набегами учились или вы такие учились-учились именно в Америке? родители там заплатили и вы себе учились? Или как? Дело было не так. Я приезжала на летом, то есть в Латушку у меня была студенческая виза, я училась здесь. Английскому? Английский я брала еще классы экономические. International Business, Import-Export, это мне по работе нужно было. А в это время в Москве вы где учились, кроме лета? Ну, к тому моменту я уже закончила университет, на тот момент я уже работала, я закончила лингвистический Московский государственный педагогический университет и финансовый академий. Я извиняюсь, это вот, это кроме того, что был там Крупской и Ленина, там еще какой-то есть лингвистический? Ну, он так и называется Ленина, имени Ленина. А, МГП имени Ленина, я понял, это тот. Хорошо, где-то там на Фрунзенской, да? Где вы там учились? Хорошо, значит, но вы потом еще финансовым учились. Да. Вот можно я у вас спрошу, я человек давно уехавший, я тут четверть века живу, а зачем вы учились на лингвистическом, то есть мало вам лингвистического, шли вы себе работали, так вы еще пошли финансово изучать? Да, я очень хотела, потому что мне, во-первых, нравилось финансово изучать и работать в этой сфере, потому что очень удобно совмещать. Допустим, многие финансисты, так скажем, преуспевают, добиваются хорошего карьерного роста, если они знают английский, потому что, как принят английский, это международный язык, язык бизнеса. Так, подождите, но вы пока учились на финансиста, вы работали и учились, или вы учились-учились? Вообще, как получилось, что я училась на лингвистическом и параллельно поступила на финансовый, то есть параллельно. В двух училась? Да. А-а-а, окей. А потом уже, когда я стала работать, то есть зарабатывать деньги, и с того времени я уже стала приезжать в Штаты, чтобы продолжить здесь образование свое. Хорошо. Вот вы работали там в «Газпроме» по финансовой линии со знанием языков, что-то такое. А я вот слышал такие вот мысли, что «Газпром» – такое закрытое учреждение, такое приблотненное, что со стороны особо не попадешь. Это как вот? Ну, нет, это, наверное, стереотип, это миф. На какие-то ведущие позиции, топ-менеджерские, да. Топ-менеджерские, пожалуйста. А если это начальные позиции, нет? Нормально. Хорошо. Девочки, которые с вами учились на лингвистическом, они в основном куда делись? Ну, кроме замужества, там, понятно. Кто-то в России остался, кто-то уехал. Есть девочки, которые в Австралии живут. Не жалуются? Нет. Многие в Америку уехали. Хорошо. То есть, вот такое место, где учатся на… Друзья, кто интересуется вот за границей жить, значит, учитесь на лингвистическом. Ну, не обязательно. Да, понятно. Ну, если на программиста не может, то пусть учатся вот на лингвистическом. Там мальчиков много у вас училось, кстати, на лингвистическом? Нет, не так много. Нет, это, конечно. Ну, так оно даже и спокойнее. Ну, хорошо. Значит, выиграли гринкарту. У вас не было мысли, чем заниматься, куда деваться? Вот это как-то страшно? Вот думаешь, боже, как жить дальше? Или думаешь, их, понеслась? Вот как у вас была реакция? Ну, было, конечно, двоятое чувство, потому что у меня хорошая работа была, мне все нравилось, все устраивало в Москве. То есть, с одной стороны, на одних весах была хорошая работа, карьера в России, в Москве, а на других – это трудности, новая жизнь, неопределенность, потому что у меня вообще нет родственников в Америке. То есть, только приходилось рассчитывать на себя и, так скажем, начинать с нуля, потому что все равно здесь требуется американское образование. Если, конечно, человек хочет на какую-либо позицию пойти выше, чем, допустим, продавец или что-то еще, это нужно, конечно, обучиться этому. И поэтому я долго сомневалась, но, думаю, раз у тебя предоставил такой шанс, я вызвала грин-карту, почему не воспользоваться? У вас было видение того, кем вы хотите стать в перспективе? Ну, если через 10 лет. Ну, конечно, я всегда хотела иметь свой бизнес, тем более Америка – это страна возможностей. Окей. Так, а какой бизнес знали? Ну, как я сказала, так как я в Москве преподавала, я работала в университете, в университете преподавала в нашем лингвистическом и работала в частных школах, и мне очень нравится английский язык. А у вас свои курсики тоже были, да? Да, там свои курсы, но там не было такой оформленной школы. Там было просто репетиторство, подготовка к экзаменам. Но вы нанимали других людей, то есть вы не только сами. Да, да-да-да. У меня просто уже много было друзей в Америке, и многие в Москве особенно хотят именно исправить акцент. И они хотели бы именно с англоязычными общаться, с носителем языка. А можно реально исправить акцент? Если стараться. Нет, ну вот гляньте на меня, вот я могу исправить акцент? Так вы скажите что-нибудь по-английски. Да, ну давайте поговорим пару слов по-английски. Нет, акцент в любом случае есть, но давайте скажите. Протестируйте меня, вот как вы посмотрите. Ну давайте я вам по-русски, допустим, скажу. Да. Какой-то элементарный пример привезем. Как мы можем сказать, допустим, я живу в Берли-Хиллз? I live in Beverly Hills. Допустим, вы можете сказать, я не ношу высокие каблуки. I do not... Я не знаю, каблуки это wear? Или как? Я даже не знаю. Я правильно, дальше. Это я просто к каблукам. I do not wear big hills. Я не знаю, какое прилагательное к каблукам должно идти. Я просто не так помогу. High, высокие high hills. High hills. Да, вот разница у вас в Берли-Хиллз и в Хай-Хиллз. В чем разница в одинаковых произносте? На самом деле это же не одинаковые слова. Если мы говорим Beverly Hills, ближе произносится к И. Это среднее между И и Х, это короткий И. I live, можно сказать да, а in Beverly Hills, это среднее между И и И. А когда я говорю про каблуки, я хочу сказать High Hills. То есть губы натягиваются в улыбке, это длинный И. Хиллз. Это распространенный пример. Да. Слово пляж, многие боятся произнить, и как же сказать? То есть нужно сказать длинный И, бич. Не, ну это понятно, бич она быч, такая она быч. Ну если да, такое плохое слово, то... То есть вот такие элементарные моменты. Второй акцент, когда произносят R. Русский же сразу видно. I'm from Russia. Жесткий. Вы знаете еще, что тут есть? Я, например, одно время мне ставили акт произношения, и мне хотелось, но получилось, что я все-таки в речевом жанре работаю, вот я много преподаю, и я тогда много преподавал, вот выходишь в аудиторию, и я могу сказать, я легко ухватывал, что от меня хотели там, но получается, что я раза в два медленнее говорю. Я все-таки урок веду, я же не просто вышел тренироваться, я же сказать должен. И оно съехало обратно. Вот, а так вот тот же звук R. То есть кончик языка поворачивайте наверх, нужно произвести не Russia, а Russian. I'm Russian. Me говорить по-русски, русский. Да, не такой звук. Но это, конечно же, не порог, акцент это ничего страшного, тем более Америка это страна эмигрантов. Просто важно для тех, кто, допустим, участвует в роли, особенно здесь, в Голливуде, многие девушки, допустим, приезжают, хотят остановиться актрисами. Если у них акцент, так однозначно не берут. Наша российская тезь, вот она нас брала уроки, Марина Орлова, мы с ней чуть-чуть занимались. Для нее это очень важно. Когда ей давали эти скрипты учительной сценарии, ей сказали, никакого не должно быть акцента. Разве это возможно? Ну, она старалась, училась. Ну, конечно, чуть-чуть ему проскальзывает акцент. Но все равно, если человек концентрируется на этим произношениям, у него просто получается. А потом это уже в привычку входит. Давайте вот я вас спрошу. Все-таки вы прошли через, грубо говоря, имьяз, да? Можно так сказать. Вам там все челюсти переломали вот с этим вот... Это сюда, это сюда, это вот туда, вот это, вот из-за туда. Не совсем. Но было британское произношение, оно очень отличается. Может быть. Но я просто к чему говорю. Вас учили, что вот грамматика, и дальше вы работаете с нормальными людьми, простыми, которых совершенно реалистично невозможно вытянуть на этот уровень. И оно им и не надо, собственно, да? Вот то, как бы им я изючить. Я просто видел много педагогов, которые уже не могут по-другому учить. Вот их учили вот для этого, да? И они берут нормальных людей, там, простых, которым нужно там чашку кофе купить. Понимаете? И они вот им это начинают вот это вот делать. Я прямо думаю, боже, откуда вы взялись такие? Что же они не понимают-то? Поэтому существуют разные уровни английского языка. Есть английский язык, допустим, бытовой уровень. Девушке приезжает, допустим, в роли невесты. Им не нужно знать грамматику, сильно углубленно, не нужно, не обязательно знать, как это пишется. Они просто должны общаться. Ну да, ты так вот, должны уметь хотя бы говорить. А для тех, кто поступает уничтиться, конечно, у них академический английский. У меня был академический. Тофл, все правила, все должно быть, вот и то. И есть люди, которые, допустим, по бизнесу, учат английский. Вот у меня курсы Business English. Она говорит, нам не интересует медицина. Они даже, допустим, не могут сказать слова, как лекарство, слово будут. Мне там не нужно по бизнесу. Подписать договоры, разобраться, понять. Стоп, стоп, стоп. Давайте с этого места я буду вас немножко это самое уточнять. Итак, вы сейчас учите людей Business English, уже находясь в Соединенных Штатах. Да. Вы их учите живьем или в Скайпе, или как вы их учите? Кого вы, что это за люди, которым нужен Business English? Это ваши друзья из Газпрома? Ну, нет, не только. Нет, не только. Как я уже рассказывала, как я приехала, я создала школу английского языка. Вы еще не говорили? В Америке? Да. Я помню, в Москве у вас были курсы? Да, курсы были, но это не была работа как фулл-тайм, я на полный график. Когда я приехала в Америку, я полностью посвятила все свое время созданию вот этой школы. То есть, школа организовалась, были набраны преподаватели, это и русскоговорящие, и англоговорящие носители языка, американцы, есть британцы, кто в Британии живет, потому что разные акценты в Европе, будут британские варианты, ну, акценты английского языка. И после этого мы расписали всю программу, создали курсы и сделали маркетинг. Ну, скажем так, в основном не маркетинг работал, а работал... То есть, ученики, те, которые уже обучались, они просто приводили своих знакомых. Да, так и должно быть, как в бизнесе, по рефералам. Так подождите, но вот которые с британским, они же в Англии сидят, или они тут сидят? Они где? Две девочки, они в Англии. То есть, у вас так как бы онлайн такой курс получается? Это онлайн, есть вживую в Лос-Анджелесе. Давайте я вас спрошу, вот я как бы, я, может быть, не в свое дело там, но я знаю люди, которые нас слушают, у них этот вопрос свербит, всегда спрашивают, говорят, а я здесь, а почем? Вот сколько платит человек, которому нужен там бизнес-инглиш, и, видимо, он в бизнесе, если ему нужен вот такой инглиш, то есть, наверное, у него и деньги должны быть, я не знаю, это же не просто там на вэлфере сидит человек. Вот в каком диапазоне, допустим, люди готовы платить за это? Ну, там много параметров, зависит от того, во-первых, сколько времени он будет заниматься, то есть, есть курс ускоренный, допустим, там месяц занимается, есть курс рассчитанный на три месяца, зависит все от сроков. Я извиняюсь, а с какой интенсивностью-то месяц? Месяц занимается каждый день, кто, допустим, хочет подготовиться хорошо к интервью. Ему нужно регулярно каждый день по два, по три часа заниматься. Именно с преподавателем, не помимо того? Да, с преподавателем, не считая домашней работы, домашней тоже. Зависит от того, сколько-нибудь свободного времени. Зависит от того, будет индивидуально или в группе. Есть много групп. Есть люди, которые занимаются в группе. И поэтому цена от этого зависит. Но начинается цена от 10 долларов. Недорого. Нет, это недорого, очень приемлемая цена. И благодаря тому, что у нас большое количество учеников, цена поэтому невысокая. Подождите, вот человек, вот сегодня розыгрыш этой гринкарт-лотерии, вот вы когда-то выиграли. Значит, вот он сегодня выиграл, ему через, допустим, год он планирует, что он приедет, он хочет позаниматься с носителем, ну или, допустим, как вы, да, вот вы можете не такой носитель, но все-таки вы профессиональный и уже там и так далее. Почем? Вот сколько стоит такому человеку? Я понимаю, что ему в России, и уж тем более там здесь, знаю, Украина, Белоруссия, там Киргизия, там другая цена денег. Они могут платить по десятке? Вот есть оттуда клиенты, которые платят десятку легко? Да, конечно. Так в Москве расценки на индивидуальные занятия просто с преподавателем, которым являются студенты, начинаются от 1000 рублей. Раньше 1000 рублей это было 30 долларов. Ну, накруглим так. А сейчас там половина, примерно. Ну, хорошо, да. Да, сейчас это получается 20. Да, поэтому это средняя цена. А, ну, то есть, на самом деле, это в Москве просто такие цены, что люди, которые здесь работают, они как бы московским ценам и работают. Которые предают? Да. Ну, да. Расценки такие. Если индивидуальные занятия в группе, они просто складываются. Поэтому цена абсолютно не дорогая получается. МОТОН МОТОН Продолжение следует...